Здравствуйте! В эфире программа продвижения и рекламы. Ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Арзамасова. Здравствуйте! У нас в гостях Елена Горбарчук, бренд-менеджер компании «Эрман». Здравствуйте! Лен, большое спасибо, что пришли к нам на передачу, откликнулись. Вы представляете очень любопытную для маркетологов и рекламистов категорию молочных продуктов, которая за последние годы, я думаю, демонстрирует очень устойчивый рост. И ваша компания непосредственно, если я не ошибаюсь, была одним из первых игроков данной категории молочных продуктов. Абсолютно верно, вы не ошибаетесь. Компания «Эрман» была первым игроком, который пришел на российский рынок современных, так называемых, «модерн дейри», да, то, что мы называем. В далекие 90-е годы появились первые импортные йогурты. И до сих пор, когда мы спрашиваем потребителей, они говорят, да-да, я помню, это был вот самый тот первый, который я когда-либо попробовала. А вы выходили на рынок именно с йогуртами? Да, да, именно с йогуртами. И сейчас у вас в линейке тоже только йогурты? Или есть какие-то другие производные продукты кисломолочные? У нас есть также бренд «Сметановная». Это, наверное, единственное, что у нас на рынке широко представлено, то, что не является каким-нибудь йогуртным продуктом. А я помню, что вообще этот рынок йогуртов для России тогда совершенно непонятный, он зарождался еще с таких термически обработанных йогуртов, если я не ошибаюсь, которые не хранились на холодильных прилавках. И вы в том числе представляли эту категорию. Потом категория менялась, потребители менялись. Вот йогурты, как йогурты, как живые кисломолочные культуры, стали образовываться с помощью, собственно, компании вашего конкурента, так очень активно, да? И все перешли на холодильный прилавок. И, наверное, холодильный прилавок во многом и обусловил ваши маркетинговые активности. Или нет? Тут достаточно такая сложная история, потому что термически обработанные продукты, они позволяют транспортировать эти продукты в самые далекие уголки нашей Родины. Да, потому что мы знаем от Калининграда до Владивостока, так быстро не доедешь, да? И те продукты, которые хранятся всего лишь месяц, они зачастую просто не имеют шансов добраться живыми до дальних уголков. Поэтому термические продукты, термически обработанные продукты до сих пор у нас занимают существенную долю в портфеле. То есть до сих пор они существуют, да? Да. Ой, для меня это удивительная информация. Я думала, они уже давным-давно ушли. Нет, это рынок, он достаточно большой до сих пор. То есть то, что касается именно йогуртной категории, это около 35% рынка. То есть намного больше, чем многие думают. И в основном это, конечно, регионы, поскольку именно там наиболее сложная логистика. Там уже наверняка довольно много локальных игроков, которые готовы представить свою живую продукцию. Нет? Да. Локальные игроки, конечно, есть. Это отдельный сегмент. Это зачастую не самый высокий ценовой сегмент. Но при этом у них нет того, что есть у известных производителей. Это гарантия качества. Когда качество контролируется на самом высоком уровне, и компания «Эрман», допустим, она скорее, ну, грубо говоря, закопает или утилизирует партию продуктов, в котором она сомневается, чем выпустит его в продажу. Лен, а вот переходя к ситуации здесь и сейчас, то есть я думаю, что, наверное, основное поле битвы разворачивается, собственно, как Таня правильно сказала, на полках холодильников. Потому что, конечно, конкурентная среда достаточно жесткая на рынке йогуртов. И какие-то новые игроки появляются, исчезают, какие-то игроки остаются. И вот каким инструментарием вы пользуетесь, чтобы все-таки свое место на полке отвоевать и своих лояльных потребителей удержать, новых потребителей привлечь? Как в таком динамичном контексте существовать брендов? И тем более с такими, я бы сказала, очень серьезными игроками, основными лидерами, которые, конечно, занимают огромное количество полочного пространства и делают огромные рекламные кампании, тратят на это кучу денег. Ну, да, вы абсолютно правы, холодильник или холодная полка, как мы ее называем, это, в принципе, основное место битвы. И это, грубо говоря, номер один пункт назначения, куда идут люди, когда приходят за молочкой. Тут, в принципе, рецептов борьбы, таких вот стопроцентных, их нет. Нужно делать хороший продукт, который требует холодной полки. Да, то, что касается портфеля компании «Эрман», то недавно у нас вышел совершенно замечательный новый продукт, это живой йогурт «Эрман Селект», который не живет вне холодильника. И поэтому он, собственно, у нас присутствует на холодной полке и по-другому быть не может. Лена, я вот такое уточнение просто для себя, для телезрителя. А вот тот йогурт, который не живет, точнее, может жить не только в холодильнике, это тоже йогурт с точки зрения продукта и на его название? Это йогуртный продукт. Йогуртовый продукт. Да, если мы говорим о такой терминологии, это пастеризованный йогуртный продукт. То есть, в принципе, это тот же самый живой йогурт, который проходит процесс пастеризации, да, точно так же, как у нас пастеризуют соки, или там хозяйки пастеризуют тоже, да, свои соленья для того, чтобы они долго хранились. То есть, это абсолютно тот же самый процесс. Но у вас основной фокус продаж или вот основной фокус там портфельной стратегии, это все-таки живые, холодильные, так скажем, йогурты или вот эти термические? На сегодняшний момент живые йогурты – это основа нашей стратегии. То есть, мы понимаем, что рынок, он неизбежно, да, потихонечку движется в сторону живого продукта, с живыми бактериями. Поэтому основа нашей стратегии – это расширяться именно в этом поле. И вот именно вышеупомянутый мною Эрман Селект, он явился таким вот первым сильным шагом в эту сторону. Но в нашем портфеле достаточно большую долю занимают и термически обработанные продукты, вот как, например, Эрмигурт. Да, это пастеризованный йогуртный продукт, и он у нас продается по всей стране, имеет очень неплохие объемы продаж. И, в общем-то, это тот продукт, который делает нам основные объемы и выручку. Поэтому мы, естественно, не можем себе позволить не продолжать поддерживать Эрмигурт. И наши усилия, они, я бы сказала, равноценно направлены как на поддержку текущего портфеля, то, как он есть, так и на построение качественно нового портфеля. Вы ланчевали новый продукт, продукт для аваритетной, стратегически важный, вот Эрман Селект. И с точки зрения вашего там позиционирования, репутации, полочного пространства, он для вас очень важен. Вот какими методами, какими инструментариями вы его ланчевали в такой вот среде, которая, ну, очень-очень, еще раз повторюсь, высококонкурентная? Тут у меня прям сила, у меня вопрос с языка. Не, ну, интересно, мне очень это. Все-таки войти на рынок сейчас тяжело, мне кажется, чем удерживаться там, может быть, я ошибаюсь, но... Вы знаете, то, что касается Эрман Селект, это продукт удивительный. Это продукт, который сам дает в руки маркетологу инструмент продвижения. Это продукт, приготовленный по уникальной технологии, он удивительно густой. То есть, если вы его попробуете, я, извините, не принесла с собой, но если вы его видите в магазине, я вам просто рекомендую его попробовать. Он густой, как 20-процентная сметана. И консистенции он скорее напоминает творожок, нежели йогурт. Да, наши потребители обычно очень удивляются. И для его производства мы используем в три раза больше молока, чем для любого другого йогурта. Дважды отделяем сыворотку, да, процесс сепарации. И поэтому он получается такой густой, там в три раза больше протеина и все натуральные ингредиенты. Ну это же прямо, вот сейчас вы рассказали, рекламный ролик практически. Потому что если это настолько уникальный продукт, который действительно делается по такой вот нетрадиционной, вашей такой отдельно стоящей технологии, наверное, заслуживает внимания, в том числе с точки зрения донесения потребителя. И вот у меня в связи с этим вопрос. То есть на данном этапе необходимо, во-первых, трайл сгенерить, да, то есть как-то, да, каким-то образом людей поощрить, да, на то, чтобы они попробовали. И параллельно с этим еще и рассказать про все эти вот бенефиты. И вот как это сделать в условиях, там, не знаю, трейдового пространства, либо это какие-то, не знаю, дегустационные какие-то сессии. Вот каким инструментарием вы пользуетесь? Ну, тут все достаточно логично, то есть если говорить о так называемой пирамиде потребления, да, то есть сначала построить дистрибуцию, чтобы люди не бегали, не искали продукт. Создать авернос, да, то есть знание марки. Конечно же, это телевизионная реклама. А у вас какие-то планируются ролики телевизионные? Она сейчас в эфире. Она уже в эфире? Да. Да, в эфире. Каким слоганом? Все лучшее от семьи Эрман. От семьи. Поскольку продукт очень интересный не только по своей технологии, но и также уникальный по вкусу, то нужно обязательно дать попробовать потребителям. Да, вы абсолютно правильно сказали. Дегустация в точках продаж – это тот инструмент, который нам позволяет конвертировать практически 80% людей, которые пробуют этот йогурт. Они возвращаются от дегустационной стойки, идут к полке и берут. И берут не по одной пачке, а по нескольку. Я об этом говорю так уверенно, потому что, наверное, пару недель назад мы, сотрудники компании, офисные сотрудники, сами выходили в поля, вставали за стойки. Это был наш промо-день. Круто. Мы вставали за стойки, рассказывали потребителям о преимуществах продукта, давали попробовать. Но на самом деле эффект потрясающий. А у потребителей не возникает вопрос, почему он такой густой? Они же привыкли к определенной консистенции продукта. А тут вдруг вот такая творожная фактура. Конечно, возникает. На что мы им отвечаем? Уникальная технология, двойная сепарация сыворотки, пожалуйста, густой продукт, в три раза больше протеина, чем в любом другом йогурте. А у вас вот эта вот практика, когда сотрудники выходят, что называется, в поля и напрямую общаются с потребителем, она регулярная? Или это вот какой-то был такой первый пробный запуск? Это был пробный шар. Для того, чтобы люди, которые, грубо говоря, сидя в офисе, продают продукт, для того, чтобы они посмотрели в глаза потребителю и поняли, что для потребителя важно и как его можно зацепить. И столкнулись. Посмотрели, какие проблемы могут быть и в агентстве, которые делают вам промоушены, чтобы относиться к ним лояльнее? Абсолютно. Внимание. Теперь, проводя тренинг для промо-персонала, я уже... Я понимаю, о чем я говорю. Я понимаю, что можно сделать, а что... А вы дегустации по всей России проводите? Или это все-таки Москва в основном такая территория запуска нового продукта? Для «Эрман Селек» территория запуска – это Москва-Питер. И, естественно, дегустация тоже Москва-Питер. А для «Эрмигурта» по всей стране проходит, включая Владивосток. И до сих пор вы проводите дегустационные программы по «Эрмигурту», да? Да. Дело в том, что, поскольку «Эрмигурт», как я уже говорила, это достаточно большие объемы нашего бизнеса, мы над ним тоже работаем, и он у нас живет и меняется. Спасибо большое. Лен, буквально на несколько минут прервемся, у нас сейчас время рекламной паузы и вернемся. Спасибо. Спасибо, рекламная пауза. Здравствуйте, мы снова в эфире. Программа продвижения рекламы, ее ведущие Татьяна Тармагина и Алена Разомасцева. Здравствуйте, у нас в гостях Елена Горбарчук, бренд-менеджер компании «Эрман». Здравствуйте еще раз. Елена, вернемся, мы начали обсуждать как раз инструмент продвижения, и в том числе, который применяете для запуска вашего нового продукта, этого дегустационной различной активации в точках продаж непосредственно, но вы в том числе этот инструмент до сих пор применяете для продвижения вашего основного продукта «Эрмигурта». То есть, правильно ли я понимаю, что поколение растет, то, которое вы уже знаете. Наверняка у «Эрнс» продукта очень высокий, да, «Эрмигурта»? Очень высокий. Но, тем не менее, поколение меняется, и все равно вот эта поддерживающая рекламная активность, она необходима. Как вы правильно сказали, поколение меняется, и бренд тоже, он должен меняться, расти для того, чтобы оставаться интересным и востребованным. Мы поняли, что от «Эрмигурта», в принципе, давно не было новостей, и решили о себе напомнить. И в прошлом году мы провели перезапуск марки. В принципе, мы поменяли все. У нас поменялась и философия марки, и, как вы видите, упаковка, разработана другая коммуникационная платформа, и у нас опять в эфире телевизионная реклама. Вот на этот раз уже нацеленная больше на регионы наш основной рынок. А какая у вас сейчас новая платформа? Вы знаете, поскольку «Эрман» является семейной компанией, то, в принципе, это наше большое эмоциональное преимущество. Ну, эмоционально и рационально так же, потому что когда люди ставят свое имя на упаковку продукта, они не могут допустить никаких послаблений. И мы поняли, что то, что мы семейная компания, это то, о чем нам хочется рассказать. То есть это не такой огромный бизнес, где решают все, там, сотни акционеров, а именно семейная компания. И мы поняли, что вот платформа, да, от семьи к семье, да, от семьи «Эрман» к семье каждого из потребителей. Это то, что нам хотелось бы нести, да, то, что мы можем. Мне кажется, это очень близко и российской ментальности, и вашей аудитории. Все-таки это семейное потребление, это мамочки в основном, которые покупают продукты. Это такая платформа очень, на мой взгляд, близкая им и такая понятная, хорошая. Да, просто, к счастью, несмотря на любые изменения, которые у нас в стране, да, там, с 90-х годов происходили и продолжают происходить сейчас, темп жизни меняется. Семья – это то, что до сих пор дорого, да, это вот тот островок любви, тепла, уюта и стабильности, который, не знаю, в сердце каждого потребителя. И мы понимаем, что мы также являемся семьей. И вот эту вот связь нам хотелось бы вот эту связь с потребителем укрепить. Лена, вы вот упомянули тоже, как часть маркеринговой стратегии, продуктовые новинки, ну, или новости от бренда, да, потому что это то, на чем можно выстраивать рекламные компании, это интересный потребитель, тут же привлекает внимание, да, и, собственно, такая хорошая является информационным поводом. Часто используемая стратегия – это вывод новых продуктов. И вот есть ли у вас, потому что я знаю, что на западных рынках, я не просто так, да, сейчас этот вопрос поднимаю, именно в категории йогуртов есть такие продукты сезонные, например, зимний йогурт с каким-то зимним вкусом, не знаю, апфельштрудель, ну, условно, или летний какой-нибудь, цитроны, ну, я вот немецкий, да, просто часто с немецким рынком, да, работала. Вот, а есть ли какие-то такие вот инновации у вас, и планируются они, и вообще нужны ли они здесь? С учетом, конечно же, и особенностей логистики, и хранения, и всего. Как вам сказать, конечно же, есть такая практика сезонных продуктов, она, наверное, сейчас не так актуальна для молочки, она очень актуальна, скажем, для кондитерской промышленности, да, у нас все шоколадники очень активизируются под праздники, Новый год, 8 марта, основная страда. То, что касается молочки, в принципе, я думаю, что есть потенциал, может быть, не для сезонных каких-то продуктов, а для ограниченных серий, да, мы говорим, что новая серия со вкусом обхульштруделя, да, со вкусом кинзы. Какие-то экзотические новые вкусы, единственное, что... Они же начинают сами себя продвигать, в том числе на полке, да, будучи такими вот нестандартами. Они вызывают однозначно любопытство. Да, конечно, хотя бы пробную покупку они дают. Попробовать. Единственная проблема, ну, я не знаю, насколько это проблема, это скорее та ситуация, которая у нас сейчас в ритейле сложилась, завести дополнительную SKU в матрицу сети, это непростая задача, это сложно. И поэтому нужно очень четко взвешивать за и против. Вот выпустишь ты эту ограниченную серию, скажешь, что она будет продаваться у меня полгода. Вот согласится ли сеть на это, занимать место на полке для SKU, который, ну, скоро уйдет? Ну, наверное, зависит от его еще и успешности с точки зрения продаж. Если будет та же сеть ритейлер понимать, что это успешный какой-то лимит эдишн, то, наверное, это будет облегчиться. Абсолютно верно. В принципе, достаточно иметь хорошую, как говорится, selling story, да, то есть историю, да, вот за этим запуском. И вкусный продукт. И нужно еще убедить сеть в том, что это будет хорошо продаваться и обеспечить некую поддержку этому SKU для того, чтобы обеспечить те объемы, на которые сеть рассчитывает. В принципе, это, конечно же, все возможно. Лена, а вот с точки зрения коммуникации в ритейл-пространстве пасмы вообще работают или нет? И если да, то какие? Какие-то нестандартные? Или, допустим, человек приходит в сеть, он уже знает, что он хочет купить, идет конкретно к определенному продукту, берет его и не смотрит ни на какие вот эти вот истории с воблерами, с какими-то там баннерами, которые висят. Вот интересно просто ваше точке зрения узнать. Тем более на молочной полке, которая очень ограничена с точки зрения расположения пьёс-материала. Да, но есть различные инструменты, такие как брендированные холодильники или еще что-то. Но вопрос в том, что если ты поставишь свой брендированный холодильник, что там потом будет стоять? Да, разные истории бывают. Не всегда там стоит твой собственный продукт. Бывают, подселяют жильцов. Особенно какая-то региональная, я думаю, история, как раз происходит, женят продукты. Нет, нет, в Москве тоже все это прекрасно женят. Но то, что касается пасмов, возможно, со мной не согласится наш отдел торгового маркетинга. Но мне кажется, что пасмы – это уже такой некий привычный шум в магазине, к которому потребитель уже привык. Поэтому если что-то не зацепит его взгляд, что-то, не знаю, торчащее или неправильное, то он воспринимает это уже как элемент дизайна пространства. То есть какие-то нестандартные, возможно, дополнительные дисплеи. Очень хорошо до сих пор работает палетная выкладка. Но это, конечно, не пасмы, но это тоже способ продвижения в ритейле. Ну и какие-то всякие нестандартные конструкции, мимо которых невозможно пройти, потому что они беспокоят, их хочется как-то или поправить, или потрогать. И все равно они цепляют взгляд. Обратишь внимание по-любому. Либо там те же, например, войс-панели, которые не особо популярны, но тем не менее это интересно. Когда человек идет по торговому пространству, и тут откуда-то сверху с ним начинают некий голос коммуницировать. А вот вы поменули ролики, которые у вас в эфире сейчас уже по двум брендам, а такое ныне очень востребованное растущее пространство цифровое. Вы там что-то делаете, как-то присутствуете? Обязательно. Мы не могли пройти мимо. Мы прекрасно знаем, что диджитал-сегмент растет, и люди у нас все больше погружаются в интернет, и Россия далеко не на последнем месте по этому показателю. Поэтому для «Ирмигурта» мы делали ряд специальных проектов в диджитал-пространстве. Это были совместные проекты с порталом «Домашний», где у нас была, собственно, брендированная секция. И там размещались различные статьи, все на тему любви, которая является, в принципе, до нашей платформы, потому что семья – это любовь. Любви, отношения, романтики. У нас был проект с порталом «Women Journal», где мы просили наших, приглашали наших потребителей поучаствовать в конкурсе на создание самого красивого сердца. Наши визитеры создавали виртуальные открытки с сердцами, писали трогательнейшие пожелания, признания в любви. Мы выбирали лучшие и награждали призеров. И также у нас недавно закончился проект с «Одноклассниками» и «Моим миром» в социальными сетями. У нас были уроки немецкого, поскольку мы немецкая компания. Герои нашего, собственно, ролика проводили такие мини-уроки немецкого и контрольную небольшую работу. Вот наши чемпионы-победители… Интересно. Да, наши чемпионы-победители, они, собственно, тоже были награждены. А проводили прям кто-то… Какие-то немцы проводили, носители языка? Героями нашего ролика «Ирмигурт» являются мультперсонажи. Потому что говорить о семье и о любви достаточно сложно. Потребители несколько устали от счастливых семей на кухне. Это некий такой бренд штамп какой-то. Это не то, что штамп. Это, я не знаю, это клише, навяженное в зубах, и потребители уже не верят в это, не обращают на это внимания. Это из какой-то другой жизни. Поэтому мы поняли, что нам нужен другой формат, и мы сделали мультфильм. У нас рекламные ролики – это мультфильм, где есть герои, это семья и их собачка. То есть у вас полностью анимационный рекламный ролик, да? Абсолютно, да. К сожалению, не видела, но вот обязательно посмотрю. Это уже очень любопытно. Настолько нестандартно, потому что для обычно семейных брендов с потреблением семейным, с покупкой, совершающей девушкой, очень редко идут в картун, так скажем, так называемый, да, экзекьюшен, именно в анимационную стилистику. Да, абсолютно верно. Это формат, который, ну, он не может не привлечь внимания, с одной стороны, а с другой стороны, он не детский, этот мультик. Он немножечко напоминает вот эти мультяшные уроки языков, которые мы там в детстве смотрели. И он про любовь. То есть он милый, смешной, такой домашний. Приятно, когда бренд не про сцены, не про натуральные, про любовь. Ну, это такая... Да, это очень здорово. Это как бы тема, она с одной стороны серьезная, с другой стороны, вот подача такая легкая, не тяжелая такая вот мультяшная. И плюс еще проще, наверное, какие-то ассоциативные связи выстраивать, потому что когда есть определенная семья, определенные вижуал имиджи, да, не все, может быть, идентифицируют себя с ними. Вот. Это очень интересный такой подход. А каким-то образом у вас вот эти вот еще бренд-герои, они в оффлайне живут? Или это чисто такая вот история, там, принты и ТЛ, да, какие-то телевизионные ролики? Ну, наши основные каналы коммуникации – это ТВ и диджитал, поэтому вот они у нас пока существуют в этом пространстве. Когда мы решим расширяться на другие каналы, то, я думаю, они с удовольствием переедут. Лена, большое вам спасибо. Мы традиционно попросим вас сказать буквально несколько слов или пожеланий нашим телезрителям, то, что наша программа подходит к концу. Буквально, не знаю, может быть, пожелания маркетолога, может быть, вашим потребителям. Спасибо вам большое за приглашение. Я вам желаю любви, вам и вашей семье. Спасибо вам большое. Да, вот так от семьи к семье. Очень это приятно. У нас в гостях была Елена Горбарчук. А в эфире программа продвижения рекламы. Ее ведущие Татьяна Тармогина и Алена Арзамасова. До свидания. Всего доброго.